всем привет вы на канале огород легко и просто сегодня я покажу вам как развиваются наши томаты и расскажу чем мы их подкармливаем скажу сразу что томаты после высадки в грунт мы кормим не чаще чем один раз в неделю конечно же систему питания растений не только томатов но и всех других растений лучше рассчитывать после проведения анализа почвы так как на разных почвах несение удобрений может отличаться например на кислых почвах мы не вносим физиологически кислые удобрения такие как аммиачная селитра а если же вносим то с осторожностью наша задача как огородника состоит в том чтобы кислотность почвы довести ближе к нейтральной кстати с этим очень хорошо справляется органика мы можем посеять на осень сидираты затем весной их перекопать либо же внести осенью в грунт под перекопку хорошо перепревший перегной от крупного рогатого скота именно органика кислую почву подчелачивая щелочную подкисляет то есть органика доводит почву до нейтрального уровня ph что же касается минеральных подкормок первая подкормка у нас была после высадки в грунт томатов через 10 дней это было полное удобрение с формулой 13-40-13 из расчета 20 граммов на 10 литров воды в этой подкормке больше содержания фосфора именно на этой стадии нам необходим фосфор для развития корневой системы чтобы растение хорошо принялась и пошло в рост вторая подкормка у нас была через семь дней после первой подкормки это была подкормка кальцинита кальций тоже кстати принимает участие в корнеобразование растений не так конечно как фосфор но все же вносили мы его из расчета 20 граммов на 10 литров воды третья подкормка у нас была полным удобрением с формулой 20-20-20 в этой формуле азот фосфор и калий все в равных частях вносили мы из расчета 20 грамм на 10 литров воды именно эта формула способствует хорошему нарастание куста и нормальному развитию растения четвертая подкормка у нас была куриным пометом из расчета 1 литр на 15 литров воды то есть наша задача состояла нагнать куз когда куст мы уже нагнали у нас уже уст находится в том состоянии что он сможет обеспечить налив плода этого момента мы начинаем проводить подкормки удобрением с формулой 15 530 в этой формуле большее количество калия и именно эта формула способствует наливу плода но все же мы не будем постоянно кормить этой формулой мы будем чередовать с куриным пометом и с полным удобрением с формула 20-20-20 потому что нельзя допускать чтобы растение все силы отдавала на налив плода потому что куст быстро ослабнет и начнет болеть то есть мы должны одновременно и наливать плод и растить куст то есть вы должны все делать гармонично чтобы растение не испытывала стресса как я уже сказала все подкормки мы делаем не чаще чем один раз в неделю это огурца мы можем носить немного чаще удобрения огурец более прожорлив а томаты могут у нас зажировать поэтому мы подкормками не увлекаемся кстати я сторонник подачи минерального питания именно через корневую систему то есть мы должны помнить что основное питание растения получает через корень вот как человек через рот получает питание как растение через корень но если же все-таки и делать вне корневые обработки по листу здесь нужно учитывать что всегда их нужно делать при умеренной температуре и влажности воздуха так как если у нас будет воздушная засуха лист просто не усвоит питание для формирования цветочных кистей и завязывания плодов мы обрабатывали борной кислотой из расчета 3 или 5 граммов на 10 литров воды опрыскивали томаты таким образом чтобы рабочий раствор не капал и не стекал с листа а ложился туманом обработками борной кислотой увлекаться не стоит больше трех обработок делать не нужно первую обработку мы делаем борной кислотой через 10 дней после высадки томатов грунт с интервалом в 10 дней то есть у нас идет максимум 3 обработки больше делать не нужно кстати в этом году я решила потратиться купила бора плюс от валагра скажу сразу мне не понравилось я быстренько после первой же обработки я перешла на обработку опять борной кислотой то есть для меня борная кислота в приоритете после обработки борной кислотой растение становится более зеленая более жизнерадостная то сильная более устойчиво к заболеваниям и отбора плюс я такого не заметила эффекта кстати я хочу всем сказать огромное спасибо за лайки и комментарии на данный момент это единственное что заставляет меня снимать новые видео на этом все всем огромное спасибо за просмотр всем пока